Здравствуйте, товарищи! Я думаю, что вы уже, наверное, догадались в самых общих чертах, о чем сегодня в братской студии «Навигатор» в Москве у нас пойдет речь. А у нас в гостях Дмитрий Фронтов. Привет, дорогой товарищ! Рад видеть. О чем у нас пойдет речь? А вот мое знакомство началось с этими прекрасными людьми вот с этой вот книжки. Видел я ее, конечно, и раньше. Тут шикарное переиздание. И это тот самый «Сталинский букварь». Четвертое издание 1955 года, которое, я бы сказал, с любовью к оригиналу воспроизведена такая книжка. И это, прямо скажем, на мой взгляд, было очень знаковое и верное решение. Пустить в массы эту книжку заново, потому что букварь для первоклассника – это не просто какая-то там вообще книжка, с которой начинается путь в обучении. Это было совершенно какое-то уникальное изобретение и открытие прорыв в педагогике, потому что вот есть у нас семилетняя личинка человека, ну или там шестилетняя личинка человека, которая еще, ну понятно, только первые самые шаги делает. И чем-то сложным его грузить невозможно. Но при этом учить-то его, согласимся, уже надо. Но чему, черт возьми, его учить? И вот в такой вот книжке, прямо скажем, не огромного объема, там сосредоточено да буквально все в виде некой матрицы, с чем молодой человек столкнется потом в старших, средних классах школы, потом в вузе. То есть это матрица того, как учиться учиться. То есть это не просто сборник неких знаний или, как теперь говорят, компетенций. А это модель того, как вообще должна быть устроена голова у человека, чтобы он мог сам воспринимать и перерабатывать некую информацию. Это вот «Сталинский букварь», по-настоящему очень крутая книга. Я почему-то, похоже, еще в школе учился, хотя, конечно, и не по конкретной этой книжке словом, аж прослезился от счастья, когда такое вышло. Откуда идея-то родилась заняться переизданием подобной, подобной, и вот подобной литературы, тех названий вы уже переиздали не с числа, я запутался даже в них во всех. Во-первых, хотел поблагодарить за приглашение. Обычно вы в кадре единолично с нашими книгами и передаете привет парням из «Сталинского букваря». А вот они, собственно. Один из. Идея возникла уже, на самом деле, продолжительное время назад, почти 8 лет, когда у меня появился ребенок. Я переключился из режима обычного человека в режим отца. И, соответственно, я стал размышлять, как ребенок будет жить, существовать, в каком обществе будет жить. И первая мысль была, ну, обеспечить хорошими учебниками. Вторая мысль была, что общество, в котором будет мой ребенок жить, нужно тоже обеспечить такими учебниками. И, соответственно, возникла идея их массово издавать и по площадям раскидывать. Идея нашла отклик, так как запрос, очевидно, существовал объективный, то есть родители недовольны качеством образования. Дальше стали присоединяться товарищи многочисленные. И таким образом сформировался коллектив. Собственно, сейчас мы уже издаем много книг полезных. Не только для школьников. Чуть, может быть, позже поговорим обязательно. Но мы стараемся именно дать в руки сознательному родителю инструмент, который взял на себя такой труд, ответственность за обучение ребенка. Дать ему нечто такое универсальное, понятное, то есть именно такое, какие были в советской учебнике. То есть даже не вполне профессионал может достаточно хорошо на хорошем уровне ребенка обучить. Кстати, а если не секрет, сколько у вас нынче народу в творческом коллективе? Ну, не так много, примерно на пальцах одной руки. Но все равно не один? Нет, уже не один. В одного такое, как мне кажется, трудновато потянуть? Ну, каждый стоит десятерых, наверное. Человек-батальон. Да, и не только, кстати, парни. Так, ну, женщина, как это ни странно, в Советском Союзе это выяснили тоже человек, поэтому какая разница? Если работает, так значит, работает. Я смотрю, у нас тут помимо букваря, если вдруг у кого-то есть маленькие дети, вот такая книжка вам будет очень сильно нужна. Много чего интересного есть. Вот, например, вот такую книжку я даже не читал, Селиванова «Воспитание воли школьника». Это что ж такое творится-то, какая воля? Я заканчивал преподавательскую свою карьеру в 2000-х годах, когда мне уже сообщали вышестоящие начальники, директора и завучи, ты неправильно преподаешь. Ребенок — это уже состоявшаяся человеческая единица. Нельзя его ни к чему принуждать, нужно с ним играть в игровой форме, а тут воспитание воли. Что это такое? Ну, здесь в двух словах сказано о том, как преодолевать преграды на пути к цели. Как ставить цель, как преодолевать преграды на пути к ней. И в целом рассматривается психология ребенка, его мышление, то есть как на понятном ему уровне с ним взаимодействовать. То есть много нюансов описано, как из него воспитать волевого человека, а не какого-то ведомого. Надо сказать, когда я учился, а я учился прямо в советской школе и уже в не Советском Союзе, но все еще в советской школе в старших классах, и будучи школьником, потом я стал уже не школьником, а с другой стороны, так сказать, прицела, могу однозначно, конечно, сказать, что вот той самой игровой формы обучения нам в этой вот тоталитарной школе слегка не хватало, потому что я как преподаватель точно могу сказать, что никакая игровая форма обучения, всего обучения не заменит вообще никак этот тупиковый путь. Однако кое-что гораздо правильнее и лучше преподавать именно в виде игры. Ну, все понятно. Во-первых, она интерактивная, то есть участвует не один человек, а обе стороны, и учащийся, и преподаватель. А во-вторых, опять же, ни для кого не секрет, ребенку вот все эти сидеть и читать, вот эту «Мама мыла раму до бесконечности» просто скучно. Он через некоторое время выйдет из-под контроля и начнет буйствовать. А когда он играет, ему же просто интересно, и когда он играет, просто легче многие вещи запоминать. Это как-то вообще, исходя из твоего опыта книгоиздания, решалось в Советском Союзе на всем его протяжении. Повторюсь, мне лично очень не хватало некоторых моментов как учащемуся вот именно в легкой игровой форме для простоты усвоения. Ну, это мое мнение. Я полагаю, не каждую тему можно все-таки в игровую форму завести. Абсолютно согласен. И иногда все-таки, ну, то есть начальная школа же — это, по сути, такой базис, фундамент, когда ребенка учит учиться, чтобы он впоследствии учился всю жизнь. И чтобы он испытывал в этом потребность, чтобы ему это доставляло удовольствие, чтобы приносило радость и пользу. Проблема в том, что сейчас часто очень ребенка возводят на какой-то пьедестал, и что нельзя его там огорчить оценкой, нельзя его что-то заставлять, вот как он хочет. Но это просто эволюционная особенность. Нас мозг не любит напрягаться, не любит терять энергию. И если ребенка оставить вот как он сам хочет, то вряд ли он найдет в себе силу, мотивацию какую-то. Но, тем не менее, некоторые элементы обучения мы стараемся тоже применять. В частности, вот мы издали раскраску о Великой Отечественной войне. О, я ее видел, это второе издание. Второго издания нет, не видел, только первое. Нет, видели. Видел? Оно исправленное, потому что... Значит, забыл. К нам пришли специалисты по заклепкам и сказали, а вот в 43-м году у такого танка были не такие заклепки. Но это очень правильно. Ну, мы поправили. Кстати, очень хорошие картинки, прямо с большим наслаждением. Это рисовал из Ленинграда художник Олег Юдин. Олега Юдина прекрасно знаю, Олег, огромный привет. Комикс про Чапаева, чума вообще. И здесь предполагается, что, да, ребенок будет вместе со взрослым работать. То есть, ну и взрослые свои знания освежит, объяснит ребенку, а ребенок тем временем будет раскрашивать и мотать на ус. А тут, что характерно, как раз такой эталон игрового обучения. Потому что, смотрите, вот, во-первых, черно-белая картинка, которую нужно раскрашивать, а рядом некий дидактический материал, при помощи которого эта картинка из картинки превращается в исторический объект. То есть, уровень интерактивности присутствует. Ну и, конечно, сделана она очень качественно. Что характерно, это не переиздание какой-то Сталинской работы или работы времен Брежнева, а самостоятельное издание, очень клевое. Кстати, конечно, на таком техническом уровне, каково технический уровень, наверное, в 50-60-е годы был просто недостижим, потому что вот не было тогда вот таких вот картинок. Вот просто не было и все. Но, в целом, я совершенно согласен, потому что, если ребенку сказать, что твое главное достижение в том, что ты родился, и оставить его как есть, ни к чему не принуждая, а то к ребенку, я вам ответственно заявляю, хочет есть что-нибудь сладкое желательно, по возможности спать, тусить, смотреть мультики, играть с друзьями. Больше он сам по себе не хочет ничего. И вот попробуйте оставить его так лет на 7 годам, к 14 вы просто ахнете. Но, кстати, чтобы просто так ребенка не оставлять, ведь нужно же не только букварем и раскраской его обеспечить, нужно самому понимать, как учить. Это очень непростая штука. Да, достаточно непростая. И на самом деле, даже в советское время для широких кругов, например, издавались методички, такие как это, начальник курса педагогики. То есть здесь описано буквально с момента рождения, как развивается ребенок, как развивается его тело, психика, как он думает. То есть всесторонние, можно сказать, дают понимание о том, как с ним, собственно, взаимодействовать, чтобы из этого маленького человека вырос достойный член общества. Обожаю я вот эти оглавления. Уж просто в оглавлении все видно, что тебе собираются сообщить в книжке. Кстати, книжка маленькая, 267 страниц всего. Общие вопросы педагогики. Глава первая. Основные понятия педагогики. Глава вторая. Изменение воспитания в зависимости от изменения классово-исторических условий. То есть вам тут не просто рассказывают, как учить и как учиться учить, а еще и ставят в материальный контекст, чтобы вы просто понимали, что вы не пуля, которая в вакууме летит непонятно откуда, непонятно куда, а в материальном контексте, в материальном мире, который влияет и на вас, и на способы преподавания, почему это так происходит. Как раз здесь, да, приводится в примеры, что в рабовладельческом обществе было образование для рабовладельцев, было для рабов. То есть раба учили покорность и каким-то навыкам, рабовладельцы учили воинскому искусству. И тонкому искусству быдловодства. И соответственно с изменением общественной экономической формации, какое образование, какие задачи перед образованием ставились? Этими соответствующими классами. Соответственно некоторые удивляются тоже, почему вот там испортилось образование или что-то. Но это вопросы тоже закономерные и на самом деле здесь тоже на это есть ответ. Да, если что, вдруг обратите самое пристальное внимание. Когда мы читаем некие педагогические наставления времен античности, то мы однозначно увидим, что именно гражданина, например, Афинского полиса, ну то есть того самого рабовладельца, его же старались учить далеко не только вот тому, что мы называем широким словом современным компетенцией. Ну то есть некие конкретные навыки. Конкретным навыкам учили, ну если вообще учили, рабов, потому что от раба, как от говорящего орудия, требуется что? Вот готовят его, например, условно, в высоко квалифицированные скульпторы. Он должен уметь подобрать камень, знать, с какой стороны браться за зубило, основы композиции всего остального, то есть из него требуется что? Чтобы из-под его, этого самого зубила выходили правильные статуи. Больше от него не требуется вообще ничего. Ну понятно, есть пить, дышать, он сам научится, а вот компетенции ему нужны вот такие и никаких больше. И что, опять же характерно, нам, а вот прямо с конца 70-х, начало 80-х годов, когда в Советском Союзе готовилась контрреволюция, начинали уже прямо в школе сообщать, что ведь важно не что ты знаешь, а что ты конкретно умеешь, твои компетенции важны. Это было начало конца, а сейчас это в полный рост. Вся школа буквально набита тем, что вас готовят к какой-то работе, вот на конкретном участке трудового фронта. С одной стороны, это хорошо, потому что уметь-то надо что-то, это правильно. А с другой стороны, если ты будешь только уметь в своей области исполнять некие функции, так а ты же вообще уже не человек, а придаток к станку. И весь мир тебя окружает волшебство в розетке, в небе. Именно так. И, собственно, помимо таких общих вопросов, есть узкие по каждому предмету, то есть методика преподавания арифметики, методика преподавания по букварю. То есть при желании, если у родителя есть желание такое углубиться, как все правильно, как достичь максимальной эффективности от занятий, он может... То есть все это было расписано в свое время, разжевано. Ну что характерно, методика арифметики, это не для широких народных масс, как начальный курс педагогики. Прямо написано, для учителей средней школы. То есть тут и книжка, как вы видите, пожирнее. Тут, наверное, страниц 600, да? Ну почти. 550. И текст куда более насыщенный, потому что это уже, в общем, куда более квалифицированное пособие. Проблема в том, что сейчас родители вынуждены брать на себя и эту роль. То есть ты должен учиться и на юриста, чтобы тебя не обманули, и на врача, чтобы понимать, тебе правильно диагноз ставят или нет. На педагога. На педагога, чтобы правильно учить ребенка. Мы стараемся это все немножко организовать. То есть у нас есть форумы, куда приходят люди, чаты, и обмениваются опытом. То есть они говорят, вот я с ребенком занимаюсь, он не понимает какую-то задачу. Ему раз, вот эта страничка в методике. И он читает действительно все. Либо кто-то из родителей говорит, да, у нас была похожа проблема, мы решили так-то и так-то. И то есть очень такое конструктивное общение, они друг другу себе помогают. Уже даже мы только модерируем. То есть раньше нам приходилось отвечать на вопросы именно этих людей, а сейчас они уже достигли такого количества набралось, что перешло в качество, что они сами себе, и мы можем тоже с ними советоваться. Ну это страшная сила, коллективный разум. Помню, когда только-только начали в широких народных массах появляться эти ваши интернеты, я, конечно, был страшно поражен. Я какую-то статью, там, году в 2001, что ли, 2000, выпустил. И вдруг как набежали советчики, понятно, 90% это комментарии ни о чем, но 10%, и, кстати, это все равно очень много, это сотни людей, которые мне насоветовали столько всего дельного, о чем я бы, ну просто даже не догадался бы подумать вообще. У меня просто в голове своей мысли не родилось подумать в ту сторону, куда меня натолкнули дорогие коллеги. Ну когда собирается несколько десятков, сотен тысяч, сотен тысяч заинтересованных людей, нет-нет, да найдется кто-то тебя умнее, с которым посоветоваться вообще ни разу не грех. На самых ранних этапах проекта нашего я выбирал книги сам, в основном ориентируясь на годы издания. Впоследствии уже, когда присоединились товарищи, которые имели возможность вот такую книгу перелопать, а еще сравнить с разными другими этими же книгами других годов издания, другими авторами, я выбирал по годы издания. И вот конкретно книга «Логика», она произвела на меня такой ошуманительный эффект, примерно как если вот грязное-грязное стекло взяли и протерли его до блеска. То есть настолько проясняет разум, что сразу было решено ее издавать, и сейчас стали и за нами тоже повторять многие, и до сих пор она очень популярностью пользуется. Иногда как оскорбительный подарок, иногда как шутка, но тем не менее многие изучают и находят для себя пользу. Если что, это знаменитый учебник логики для средней школы под редакцией Виноградова, нашего замечательного советского философа, логика и так далее, педагога. Какая-то была невероятная даже диверсия, по-другому сказать не могу, когда из школьного образования вот этот предмет удалили. Сославшись на то, что поголовно все занимаются математикой, а к старшим классам еще и высшей математикой, там алгебра, тригонометрия и прочее-прочее, где вообще-то без логики никуда, ты уж просто пока арифметику-математику учишь, ты логику обязан будешь выучить, иначе там у тебя не выйдет ничего. Поэтому зачем, непонятно. Ну куда ее? Дублировать математику, а какой смысл? А оказалось ничего похожего, потому что, ну можно подумать, при Сталине-то высшей математике вообще никто в школе не учил. Однако логику-то преподавали, ну ровно потому, что для молодого человека очень сложно чистую абстракцию, в которую в конце концов упирается математика, при помощи всех тех же логических приемов, перевести на реальный материальный мир. Ну то есть ты, получается, логику вполне себе можешь применять при решении математических задач, каких-нибудь там синусов, косинусов и всего остального, при доказательстве геометрических теорем, а потом раз ты делаешь шаг из математического класса, и тут к тебе приходит какой-нибудь человек, который предлагает купить акции МММ. Я хотел сказать. А ты тут такой думаешь, ну черт его знает, а потому что молодой человек, он скорее всего сам по себе, если он, конечно, не какой-то специально одаренный, или сам логику не изучает, с большей долей вероятности математическую логику к жизни применить не сможет, а тут все разобрано с примерчиками из жизни, и там от абстракции до практики, и вот прямо проведена прямая дорожка, и на протяжении до очень небольшого количества, тут меньше 200 страниц, то есть, да еще страниц-то какие, в одну шестнадцатую, то есть книжка маленькая, однако за год просто после освоения и сдачи необходимых экзаменов, тераконтрольных работ, это другой человек будет, это я вам просто гарантирую, при помощи вот такого вот учебника. Ее на самом деле нужно не просто прочитать, а проработать. Это же учебник, естественно, там, это не просто книжка. И таким образом, начиная вот с учебника логики, у нас сформировался такой блок самообразования, в который впоследствии вошли еще несколько изданий, одно у другого полезней и прекрасней. Азбука умственного труда, как организовать свой труд и отдых, это важно, как пользоваться памятью, как читать, как слушать, как готовиться и выступать с докладом. Десятое издание, переработанное, дополненное, увидевшее свет в Москве аж в 1929 году. Вот это очень полезная книжка, потому что сейчас это вообще ускользает, потому что сейчас отдых, это считается твое свободное время, которое отнимает вообще-то время от трудового дня, и вообще-то не отдыхать надо, а пахать надо. Ничего похожего. Отдых – это часть работы. Когда вы отдыхаете, вы не занимаетесь растратой своего личного времени. Личное время – это время свободное от отдыха и работы, которое вы можете потратить на какое-то самосовершенствование в той или иной форме. А отдых – это воспроизводство вашей рабочей силы, и это тоже уметь делать надо. И вот, смотрите-ка, даже по этому поводу разделчик в книжке есть. Это важно. И, кстати, вот книжке 100 лет, а многие вещи просто под современным соусом мы видим из нее, то есть тайм-менеджмент вот этот, это все здесь описано. Все придумали до вас и за вас. Не надо изобретать даже не велосипед, а колесо к велосипеду. Вот уже все присутствует. Вот эта книжка, которая должна быть, наверное, у всех комментаторов, которые пишут на ютубе. Искусство спора. О теории и практике спора. 100 лет. Юбилейное издание. Стало быть, оно 1923 года. Профессора Сергея Иннокентича Поварнина. Вот это вот, без этого просто нельзя. Если вы собираетесь с кем-то общаться, ну, вы должны понять, что в какой-то момент, например, вы спор выиграли. Если человек упирается, спор нужно сворачивать. Или наоборот, вы спор проиграли. Собственно, почему? О доказательствах. Спор из-за истинности мысли. Спор из-за доказательства. Виды спора. Условия для начала спора. Да, кстати, это важно, потому что в большинстве случаев люди говорят об одном и том же, просто разными словами и категорически не понимают, что спорить им не о чём. Доводы в споре. Доводы противника. Логические такты, манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. Ну и так далее. Вплоть до уловок в споре. Позволительные, наиболее грубые, непозволительные уловки. Усложнение и видоизменение доводов. Психологические уловки. Софизмы. Отступление от задачи. Споры. Отступление от тезиса. Лживые доводы. Произвольные доводы. Мнимые доказательства. Софизмы непоследовательности. И меры против уловок. Ну и в конце кратенькая биография поварнена. Отличная книжка. Его же книжка чрезвычайно полезная. Как читать книги для самообразования? Потому что просто так сунуть нос в книгу этого мало, как мы понимаем. Там должны быть некие практические результаты из обычного прочтения. Вот это вот для самообразования настоятельно всем рекомендуем. И большое спасибо нашим товарищам из Талинского букваря, которые наконец-то лично явились в студии за произведенную работу. Ведь не только школой живы-то мы, а еще всяким разным. И самообразование в азах-то не кончается. Нужно как-то развивать дальше. Вот есть дальше. Политическая экономия. Это уже для чуть-чуть постарше детей. Ну да, это уже неплохо бы, наверное, классу к 10-му, 11-му, а то и к первому курсу нос сунуть. Потому что школьник, конечно, не осилит, скорее всего. И вот диалектический и исторический материализм. Вот, кстати говоря, эта книга для меня была в свое время открытием. Потому что, будучи учеником по философии профессора Попова, еще с далеких вузовских времен, я находился в заблуждении, к сожалению, что тот самый диалектический метод, который разработал, формализовал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, лучше всего и единственным возможным образом изложен в книжке Гегеля «Наука логики». И если так уж положа руку на сердце, про науку логики говорят много глупостей. Видимо, потому что не читали или не приложили хоть каких-то усилий, чтобы ее освоить до конца, потому что вообще-то там ничего сложного нет. Это просто книга, которая, да, имеет свои вопросики, потому что она же писалась когда? Писалась она примерно тогда же, когда Наполеон на Россию напал, то есть очень давно. А стало быть, язык тяжеловат для нас, отсылки какие-то культурные, как это нынче принято, культурные референсы, которые Гегель вообще даже и не думает пояснять, потому что они всем читателям были понятны. Нам они уже вообще в принципе непонятны, что о чем пишет интурист, зачем он пишет вообще все это, господи. Но если отвлечься от формы, содержания у книги, ну совершенно нормально, ее можно прочитать, да, но вдруг раз, и я получаю в руки книжку от Мартина Корнфорта «Диалектический материализм». Ой, прошу прощения, Морриса Корнфорта «Диалектический материализм». А вот тут как раз все недостатки, которые присутствуют в форме изложения Гегеля, полностью сняты. И вы, прочитав не три тома «Науки логики», а всего лишь одну книжку в 500 страничек, получите тот же объем знаний, причем без идеологической, идеалистической мути, которым, конечно, работа Гегеля переполнена. Он же идеалист. Словом, кому надо, и чувствуется внутреннее стремление, к диалектическому материализму, смело берите работу Корнфорта и читайте. Это очень-очень такое плотное, сжатое, доступное изложение всех основных проблем и точек, с которыми связано это учение. Поэтому вот. Ну и, конечно, как только вы освоите науку логики, уже вот тогда абсолютно смело и вполне можно переходить к политической экономии. Это тоже весьма знаменитый учебник. Кстати, я у нас на канале-то его, кажется, представлял. Да. Да, представлял. Пытаюсь... Островитянов. Естественно, да. Это под редакцией Островитянова. Вот это вот настольная книга для любого человека, который не имеет времени разбираться с тремя томами Капитала Маркса, а еще неплохо бы Критику Готской Программы, Анти-Дюринга, а потом бы еще неплохо бы, конечно, Ленина, развитие капитализма в России. Капитализм как высшая стадия... Империализм как высшая стадия капитализма. Ну, условно, это большой объем работы, и я отлично понимаю, что далеко не всем это просто надо. А разбираться хочется. И вот учебник Островитянова, это именно учебник. То есть он специально написан так, чтобы по нему можно было учиться, а значит, доступный самым широким народным массам, вне зависимости от уровня их подготовки. Если ты читать умеешь, ну и соображалка хоть как-то работает, вот это все абсолютно доступно. Можно смело брать. И вот тут у нас опять же, если посмотреть на оглавление, да мы опять прямо вот от яйца все увидим. До капиталистические способы производства от первобытного общинного, рабовладельческого и феодального. Все прям здорово. Экономические воззрения эпохи феодализма, краткие выводы под каждым разделом. Потому что это же некий вывод, некое резюме должно быть. Дальше о капиталистическом способе производства и так далее, и так далее, вплоть до строительства социализма в отдельно взятых странах, социалистического воспроизводства и прочее, прочее, прочее до перехода от социализма к коммунизму. Единственное, конечно, когда вы такого рода книжки читаете, ну неизбежно совершенно, в исторической части нужно делать некие скидки. Потому что в 40-е, 30-е, 50-е годы знали несколько иную сумму информации по истории, нежели сейчас. Ученые это копают постоянно. И что мы будем Энгельса читать? Происхождение семьи, частной собственности и капитала. Там все эти вот истории, например, про матриархат, они уже давно наукой опровергнуты. Ну, извольте сделать скидку, все-таки это не вчера книжка написана отнюдь и не учитывает многих научных достижений, которые сейчас есть, что не отменяет их методической ценности. Сейчас просто такой книги нет физически. Наверное, я уверен, что ребята были бы рады какую-нибудь современную книгу переиздать, только пойдите и найдите. Хотел такой момент отметить. Вот в процессе работы над книгой мы стараемся, ну, не просто взять, там, скачать какую-то электронную версию и отправить на печать, как делают некоторые наши не товарищи, так скажем. Мы глубоко и прорабатываем. То есть мы, ну, что касается учебников истории, проверяем, какая есть критика, как изменились с тех пор, ну, датировки, там, какие-то факты. То есть зачастую приходится править. Ну, я уже не говорю о том, что мы правим иллюстрации, потому что, ну, способности типографии 40-х годов, они, естественно, сильно отстают от современных. Еще бы. И если там, например, какая-то известная гравюра или известная какая-то фотография какого-нибудь захоронения в очень плохом качестве, мы сейчас можем, имеем возможность взять хорошее разрешение, поставить, поместить. То есть мы не занимаемся от себя тиной, мы именно реставрируем и делаем так, как задумывал автор. То есть как он хотел бы воплотить, имея возможности современной полиграфии. И вот хотел обратить внимание, такой эффект, то есть когда над этими учебниками работаешь, периодически уползаешь, начинаешь читать, потому что, ну, та же история, например, очень, ну, мало того, что понятно изложено, но очень интересно. То есть захватываешься, ты спохватываешься, когда прочитал там несколько страниц. А, я же тут картинку делал. Вроде как работал вроде. То есть это не просто учебник, это во многом восполнение тех пробелов, например, которые я имею по школьной программе. Я здесь многие вещи впервые для себя открываю и как настолько доступно, понятно, изложено. В чем разительная разница с современными учебниками по истории? Я как человек травмированный не только историческим образованием, но и преподаванием истории, а также редактурой некоторых современных изданий. Вот просто читаешь, господи, это же мед на мою израненную душу. Причем это вот 5-6 класс, Мишулина, учебник «История древнего мира». Для маленьких людей, причем для людей, у которых уровень информированности чисто технически был гораздо ниже, чем сейчас. Потому что сейчас школьник может в интернет залезть и очень быстро нагуглить или даже на Яндексить чего-нибудь себе полезное. Но это только про какие-то факты, про фактологию. Тут методически сделана книга настолько идеальна, что вот этот вот учебник древнего мира, что для 6 класса «История средних веков» под редакцией Косминского великого нашего медиевиста из МГУ, тут есть самое главное вот что. Мы начинаем плясать от материальной экономической теории и доходим до надстроечных элементов в виде военного дела, культуры, каких-то элементов политической истории, но это дано в связи. У нас нету просто каких-то фактов из политической истории, которые даны в отрыве от реального материального базиса. И это люди приучались понимать. Вот в пятом классе. В пятом, блин, классе. На самом деле, конечно, несколько раньше, но тут прям вот так жирно и уже хорошо. И это грандиозная заслуга вообще советской педагогики, потому что мы как учим математику, например, вполне очевидно, от простого к сложному. Мы начинаем 1 плюс 1, 2 плюс 2, а потом, глядишь, ты интригалы какие-то извлекаешь. А историю мы учим от начала до конца, а не от простого к сложному. Но кто-то сказал, что история Древнего Египта проще, чем история Советского Союза. Ничего похожего. Поэтому, ну, не преподавать историю нельзя. Поэтому людей начали приучать сразу. Да, конечно, все понятно. История Древнего Мира. Вы будете познавать ее совсем не так, как новейшую историю России. Но самое главное, вы оттуда почерпнете уже на уровне вот подкорки, что сначала идет экономический базис, потом в связи с ним все остальное, влияя, конечно, и на свою первопричину. То же самое мы увидим в несколько более толстом учебнике средних веков. И так дальше мы увидим одну и ту же матрицу, которая дает для человека, который, например, никогда больше не будет изучать историю, выпустившись из школы. Но она дает понимание того, как это работает. А сейчас смотришь на учебник Мединского, прости господи, где в причинах Первой мировой войны, которая там называется почему-то Великой войной, вот в причинах Первой мировой войны, ну, это примерно полтора абзаца, что был какой-то экономический кризис, значит, какой-то был политический кризис на Балканах, и вообще все хотели переделить колонии. Все, дальше начинается Первая мировая. Я вот, я сорокалетний с лишним дяденька сижу и понимаю, что если бы я был школьником, я бы так это... Чего? Что? Из-за этого четыре года и поубивали 15 миллионов человек по всему миру? Этого просто не может быть. И да, у меня в голове бы очень сильно, так сказать, знания в систему не пришли бы, а наоборот пришли бы в полную рассогласованность. Это недопустимо. Это как если бы где-то написали, что они воевали, потому что у тех были красные и розовые, у этих были белые. Да, вот достаточно вполне. И 30 лет увлеченно развлекались по всей Англии, и не только, кстати, Англии. Да, вот это, вот эти учебники подобные дурацкие мысли-формы лечат, потому что они у нас привязывают историю к материальному производству, из чего вообще все растет. История даже не в том числе, а в первую очередь. Опять же, нужно делать скидки. Ну, вот средний век, это 41-й год. Сейчас, конечно, многие факты уточнены, некоторые концепции пересмотрены. И вот тут как раз задача уже родителя, чтобы вот, значит, оффспринг, хватая учебник, и уходи читать, чтобы я тебя ближайшую неделю не видел. Так это не работает. Учебник требует опытного человека, который будет рядом сидеть и пояснять, что вот этот это прочитал, оно в 40-е годы было верно, сейчас поэтому и поэтому оно уже немного не так трактуется. Как усвоил? Это еще должен он сам знать, что это теперь так. Для этого нужно а читать, б можно на наш канал подписаться. Очень много видео, мы не успеваем. Ну, структурировано, если мы говорим про средние века или, например, про древний мир, сейчас не так сложно залезть и понять некую уточненную информацию просто в виде эмпирически накопленного фактажа, суммы знаний, которая, конечно, не может быть сейчас меньше, чем она была в 40-е годы. Она, конечно же, больше. Если вы когда-нибудь захотите сообщить вот именно, что стоит поправить, мы бы с удовольствием прислушались и... Это мне сейчас нужно сначала, спойлер, спойлер, закончить редактуру, так сказать, сведенных моих уроков истории по истории древнего мира. Там их 150 роликов. Я прям вот сижу, я до 70-го доредактировал, я просто понимаю, что я быстрее, чем работаю, уже не могу работать никак. У меня все, предел КПД моего настало. Продолжая тему нашей работы, я хотел бы, наверное, обратиться к родителям и в двух словах описать вообще нашу работу и то, что не все переездные учебники одинаково полезны. То есть, ну вот, как я уже сказал, мы бывают погоду, занимаемся работой над одной книгой, то есть они выходят не очень быстро, но мы стараемся ее всю прошерстить. Мы находим ошибки даже иногда, даже орфографические. То есть, ну, там тоже были люди и вполне они тоже иногда ошибаются. Мы обновляем иллюстрации, обновляем факты, то есть мы приводим в соответствие, например, как у нас это было с учебниками русского языка, 5-й, 6-й, 7-й класс. Мы приводим в соответствие, то есть это был учебник 53-го года, он до реформы русского языка 56-го, который была. Мы ее привели в соответствие с реформой 56-го, то есть поправили пунктуацию, орфографию, правила, то есть полностью его переработали, но при этом сохранили авторскую подачу, методику, структуру, все сохранили, именно бережно вот хирургически так внесли исправление. То есть, чтобы это был не предмет какого-то реконструкторства, а это был функциональный инструмент, то есть, которым можно было учить русский язык современный, сдавать там экзамены, поступать в институт и писать грамотно, то есть не так, как писали в 53-м, а вот именно сейчас. И зачастую на этом пути мы видим, что некоторые другие там силы, неважно, они быстро что-то хватают где-то, пускают на печать и закидывают везде, то есть, ну, маркетплейсы там разные. И люди в попытке взять эти учебники, они, ну, в попытке дать ребенку хорошее образование, они вот хватают, в том числе и такие. Там попадаются, например, еще учебники для вспомогательных школ, где это убрано. Вспомогательные, то есть, это школа для умственно отставых детей. Соответственно, там гораздо ниже требования, то есть, во втором классе они могут читать курчку рябу, это там нормально, если это вспомогательные. Но если вы это декларируете как учебник для второго класса, а родители открывают и говорят, что это ваши советские учебники, что это... И все. То есть, мы его потеряли, то есть, он пойдет потом неизвестно куда, но он будет считать уже, до себя закроет этот вопрос, что советские учебники плохие, так скажем, для каких-то отсталых. Вот. И просто хотелось бы обратить внимание родителей на это, что нужно внимательно смотреть, что вы берете, вникать. То есть, нельзя дать ребенку учебники, чтобы он, ну, мы как уже говорили, нельзя дать ему книгу, чтобы он сам занимался. Это ваш труд, ваша ответственность. Это то, что принесет результаты годы вперед, десятилетия. Вот. И просто хотелось бы попросить быть внимательнее. Вот. Ну и кто желает, могут присоединяться к нам. Нам всегда нужна помощь, как минимум, в распространении информации. Вот. И хотел сказать, сейчас мы, возможно, запоздало чуть-чуть, пробуем тоже свой канал открывать YouTube. Ну, тоже нести информацию в массы. Это важно, потому что, когда я, ну, или, например, Дмитрий Юрьевич, в лысом состоянии у себя в студии говорим, хорошая книжка, читайте. Вот неплохо бы, чтобы это вы говорили, что хорошая книга, читайте, а мы просто репостить будем, так просто гораздо эффективнее коллаборация выйдет. Проверено. Как только канал появится, мы немедленно об этом информацию распространим на всех наших ресурсах. Ссылки будут поставлены, как обычно, вот там, под роликом. Сможете тыкнуть и перейти непосредственно на канал Сталинского букваря. В Сталинском букваре, ну, пока YouTube-канал еще не заработал на полную мощность, зато на полную мощность работает типография. Вот то, что у нас тут на столе лежит, и вот тут представлено, это маленькая-маленькая толика, толика общего тиража. А что у нас тут, смотри, какая-то арифметика, сборная задача родная. О, у меня такая была книжка «Родная речь», книга для чтения в четвертом классе учился, я по ней так, «История СССР», краткий курс. О, «Киселев. Элементарная геометрика». Это красивая книжка, прямо с какими-то картинками матерыми. 27-й год, Москва-Ленинград. Ну, Киселев — это человек, который, наверное, не нуждается в представлениях, его знают на всем бывшем Советском Союзе. Это еще из царской гимназии педагог. Он знаменит тем, что до последнего, так скажем, входил в клетку к детям, то есть он вел уроки, он все свои методики прорабатывал именно с учениками, он смотрел, как они усваивают, то есть тонкую настройку проводил непосредственно с теми, для кого потом применяется эта книга. И 27-й год, это издание, оно примечательно тем, что это последнее, в котором редактирование непосредственно вел Киселев. То есть впоследствии уже стали за ним другие соавторы исправлять, когда он уже, ну, так скажем... Отошел от дел. Немножко отошел, да. В общем, много там наисправляли, так что стало не очень понятно. А вот это издание — это именно его, то есть очень доступно, очень интересно изложено, наглядно, то есть там принцип наглядности, принцип от простого к сложному, все соблюдается, то есть действительно выверен до Вуковки. Чего у меня в школе не было такого учебника? Я так мучился. Ну, я геометр и математик тот еще, прямо скажем. Что у нас-то еще? Так, историю СССР я уже видел. Рассказывайте. Многие, кстати, думают, что это история именно СССР, но на самом деле там с самого неолита. Это потому что все ржут страшно. Я тоже, конечно, ржу, потому что как можно не ржать над историей СССР каменного века? Ну ведь не было же никакого СССР в каменном веке. Или что, как половцы на Советский Союз напали. Это все анекдоты, но, но, но тут была одна здравая черта в этом подходе, которая с мешками и анекдотами как-то скрывается. А дело в том, что СССР, как огромная территория, охватывает вполне очевидно не только Россию и не столько Россию, а много-много самых разных территорий, которые когда-то и в Россию-то не входили. А значит, ну это же почти вся Евразия. И когда мы говорим историю территории СССР с древнейших времен, мы имеем в виду не национальный подход к историческому развитию. Потому что, как мы понимаем, национальная история, вот наша история России, все, не трогайте нас, это вообще-то абсолютно упадочный, тупиковый подход к изучению данной науки. Потому что ни одно национальное государство, даже когда они сравнительно поздно в 18-19 веках складываются, не является историческим субъектом. Потому что какая-нибудь Германия, она что, одна? В вакууме развивалась? Нет. Рядом была Франция, Англия, Австрия, Венгрия, Чехия, там где-то Российская империя неподалеку. И они все, ну как минимум соседушки, оказывали на развитие Германии непосредственное влияние. А значит, мы не можем говорить отдельно об истории Германии. Это бред. Германия единая стала не так давно. Так, то же самое мы не можем говорить только об истории России. Как только мы ставим Россию как национальное образование за субъект исторического действия, ну все, забудьте, мы историю изучать не будем. Потому что какой к чертовой матери субъект исторического действия национальная Россия, если, например, в 9 веке нации русской не было еще вообще? Я уж молчу о том, что в самом деле все на нашу несчастную и счастливую одновременно Россию так или иначе воздействовали, равно как и она на соседей воздействовала. Поэтому вот история СССР именно в таком виде, она куда более правильная, чем если мы возьмем так ножницами, отрежем это большое красное пятно с небольшим кусочком в Калининграде и скажем, вот все. Вот это мы изучаем историю здесь, а то, что снаружи вдруг откуда-то какие-то марсиане в виде Наполеона, монголов к нам прибегают, что-то делают и убегают. Или Петр Первый начинает с кем-то там торговать. Опять же, ну как будто с лунами Сатурна в каком-нибудь фантастическом романе. Где эти луны находятся? Туман войны. Там все. Вот у нас есть красное пятно, которое мы учим. Потом изучили мы красное пятно, а его в стороночку. Синее пятно Западной Европы мы учим. Так историю учить нельзя. Вообще. И вот это вот, повторюсь, третий раз. Наверное, подход со вполне конкретным здравым зерном, что мы учим огромную территорию, которая развивалась в связи друг с другом и с соседями и с древнейших времен. Понятно, что краткий курс. Все это понятно. Это очень поверхностное изложение. Четвертый класс. Четвертый класс, да. Которое нужно для того, чтобы просто молодой человек в самых общих чертах понял, с чем он дальше будет дело-то иметь. Большое спасибо Дмитрию, что заглянул к нам. Привез вот все это богатство интеллектуально-педагогическое. Удачи вам в работе. Обязательно раскручивайте свой ресурс. Будем на него ставить ссылки. А вы, друзья, не забывайте, что вашим детям помимо внимания нужны еще некоторые методические пособия, которые вы вместе будете обрабатывать для того, чтобы молодому человеку дать, так сказать, пинок в нужном направлении. Да и себя тоже хорошей литературой баловать не забывайте. Она очень в практическом смысле полезная. На сегодня все.